Всем привет, с вами Яги Фиксей и сегодня я буду играть в игру Overgrowth на версии Альфа 209, которая причём не самая новая версия. Но пока что мы поиграем в ту версию, которая находится у меня на компьютере, то есть Альфа 209. Давайте начнём сразу. И сразу скажу, что сама игра на официальном сайте платная. А бесплатную версию этой игры можно скачать в группе ВК, которую я кину по ссылке в описании. Там вы можете скачать более новые версии. И официальная версия, по которой я говорил, которая платная, она стоит 30 евро. А это приблизительно 2300 рублей. Давайте будем играть, подождём загрузку и начнём. Итак, мы заспавнились на карте. Сейчас довольно подтормаживает. Ну а если нажать на Tab, то из-за медления, количество кадров в секунду будет больше. Сразу скажу вам. Ладно. Вот на правую кнопку мыши можно взбираться. Карабкаться. Вы видите. Далее на Shift, если вы идёте, то вы можете сделать кувырок. Нагляданно вам показываю. И если вы стоя, вы нажмёте Shift, то ваш кролик будет на корточках идти. Или не кролик, или лиса, или вообще котик, или вообще даже волк. Здесь очень хороший, очень расширный выбор персонажей. Ещё есть там и собака есть. Ну ладно. Вот как у нас прыгает кролик. Потом этот кролик, как вы уже заметили, может бегать по стенам. Для этого нужно попросту подойти к стене и нажать пробел. Так. Так же он так может. Так, сейчас подлагала немного. Так же он может прыгать так. И... Хороший... Трюк получился. Или недотрюк. Ну как сказать. Потом этот кролик может... Он может он так и сделать. Переворот. Даже в воздухе. И самое смешное, это... Его поза. После смеси. После ломания кости. Это обозначается ломанием кости. Ну, здесь... Это... Не случилось. Давайте опять попробуем возродиться на кнопочку L, нажав. И попробуем еще функции. То есть, давайте мы нажмем на Z. То есть, это будет у нас расслабление мышц кролика или другого персонажа. Но в основном это кролик. Далее на M это растяжение мышц персонажа. И вот так именно кости ломаются. И именно такая поза принимается во время смерти. Чики-чики-баум-баум. Ладно. На кнопку X вы тоже возрождаетесь, но вы не респаунитесь в начале карты. Вот так. Давайте пройдем мы эту карту. Так, пока что нормально у нас. пока что пока что игра работает играбельно. Хоть по FPS не очень. Теперь вот так нужно сделать. Хороший трюк получился. это опять карабкаемся по стенам. И каким-то образом я ухватился за воздух. Да-да. В этой игре все возможно. Далее вы можете за такие преграды цепляться. упаду. И вот именно такое расслабление мышц я имел ввиду. так же в этой игре пристроен редактор уровня, в котором он может добавлять свои предметы, добавлять свои уровни. ну и все такое. Мы сейчас не будем ничего добавлять, а попросту выйдем из этой карты в главное меню. Итак, но сейчас главное меню стало понормальнее. Знаете почему? Потому что когда у тебя запускается в маленьком экране, оно у тебя так и остается в маленьком экране. то есть оптимизация главного меню на 9 из 10. Ну ладно, я не буду это оценивать, а давайте просто играть. Далее выберем карту Eroded Plateau. Здесь также будет грузиться не очень-то быстро. Ну а мы пока что подождем. Итак, мы теперь уже на карте, в которой есть враг. И эта карта Eroded Plateau. Так, сейчас лагает у меня немного. И мы посмотрим сейчас боевые трюки нашего кролика. трюка. Вот наш враг. И сейчас мы продемонстрируем один из трюков. он также от кролика может и молния пуляться и без этого трюка. И сейчас мы классно сделали пиом-поу. эпик фейл. Ладно. Челлендж комплект. То есть уничтожили все мишени за 25 секунд. конечно лучшее время 0 секунд потому что мы с помощью молнии могли выпивать экстра способности то есть мы выполнили это задание чисто без убийств и не ранив шесться. Ну ладно. Давайте мы пока что-то гуляем. Итак, я сейчас в съемке замедления в режиме замедления замедленной съемки. Ну и давайте мы выберем те замедленные съемки и куда же наш кролик поднимался. Так. Эм. Давайте мы мы короче на Z нажмем чтобы наш кролик помни специально. А теперь на X. и вот next. Да-да-да. Отличная битва. Есть. На этот раз все хорошо получилось, но жаль, что были лаги. Как вы видите, нам повторно достижения нам не выдают. лаги. я вам уже показал, хотя нет, я вам сюжетную линию с катсценами не показал, а это эксклюзив, только у одной карты есть катсцены. и и я вам покажу в какой карте это есть. Опять приветы и мы на карте Red Shards. Тернер, я должен забраться на вершину. я думаю, что это возможно. И там какие-то кристаллики. Я даже знаю, где, потому что я играл в эту игру много раз. Здесь более-менее лучше всего работает катса. Лучше всего работает. Итак, зачем я отпустил? Марбин. Тарк. Акадзо танец. Акадзо новоз. Это верно новоз. забрали сейчас так что как-то не конец сюжет мне нравится этот странный материал собаки они не попросили ладно это пропуску с докс так и ух пусть ухот сломались на наш наш персонаж не умер. Это хорошо. Итак. Опять кучи сломал и опять не умер наш персонаж. Ну, давайте мы приступим к последней карте. Это три каньона. Это последняя карта. Ну что ж, давайте опять в меню возвратимся. Итак, в меню возвращаемся и вот три каньона. Это с текстурками неба. А вот я покажу ту карту, которая работает без текстурок неба. И покажу, как она выглядит, эта карта. Вот так именно эта карта выглядит. Итак. Здесь очень мало FPS, чем в других картах, которые мы смотрели. Ну, и вот как небо выглядит. Неудивительно, не так ли? Ну, а теперь мы можем заканчивать попросту этот обзор. Перед тем мы покажем... Ну, то есть мы, перед этим мы покажем челленджи, которые есть в этой игре. Так. Отмена, отмена. Это получится... Хотя да. И... Ну, и... Сейчас мы покажем челленджи. Здесь 12 челленджей. Два кролика. Входит один кролик, выходит. То есть нападение двух кроликов на одного кролика. Далее. Туребец, а один вольф. То есть два кролика и один волк будут сражаться. Далее. А, ту, Б. Это нужно переместиться от точки А до точки Б. Максимум Секьюрити есть челлендж. Это нужно быть более секретным. А если ты пропалишься, то ты должен взять оружие и замочить всех кроликов. Чтобы на тебя кролики, возможно, с оружием, возможно, без оружия не убили. Дабл Эджит Сворд. Я не знаю, что это такое. Сюрприз Партии. Это нужно мешочки с золотом. Сюрприз. Специал Деливери. Это тоже мешочки с золотом. Бонт Коллектор. Это, наверное, точно так же, что и Сюрприз Партии и Спешл Деливери. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. И ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...